И сегодня с вами будут происходить невероятные вещи. Докумайтесь к этому, будьте открытыми, позитивными. И знайте, что все, что сегодня будет происходить, зависит от вас. Спасибо большое. Спасибо. Доброе утро. Давайте попробуем пока без микрофона. Я вчера чуть-чуть посидел, посмотрел, как у вас там все это происходит. Все было интересно. Как вчера прошел вечер? Где вы были? На столе. На стадионе и арену, да? Классно, понравилось? Да. Супер. Насколько я понимаю, здесь присутствует вся наша вообще страна. Где у нас самая восточная точка? Это кто? Кто? Самая восточная точка. По географии. По географии. Сахалин. Владивосток. Кто Владивосток? Поймаете мяч? Смело. Так, кто ближе с вами? Ну, передаем пас. Так, кто еще ближе? Кто следующий? На запад движемся. Идем на запад, на Москву. Иркутск. Чита. А что, про Читу забыли? Где Чита? Иркутск. Иркутск весь. Так, дальше кто? Красноярск, Новосибирск, Челябинск. Кто? Красноярск, Новосибирск. Так, дальше кто? Следующий. Ну, география, что было в школе? Так, дальше кто у нас еще? Следующий, кто в запад, на Москва? Кто? Уфа. Уфа. Как географию учили в школе, так и днем. Дальше кто? Ну, поближе уже, поближе. Что там? Казань. Где Казань? Казань брал? Казань не брал. Дальше кто? Нижний Новгород. Здесь. По Волжье? По Волжье. Так пропустили? Нет, Самара. Мне нравится надпись в вашем аэропорту. I love you, Саратов. Потом Волгоград. О, на юга пошли. Где Волгоград? Волгоград. Отлично. Так, следующий, кто у нас там на югах? Краснодар, Ростов. Краснодар. На какой улице в Краснодаре расположен офис? Офис наш на Тургенево. На Тургенево, отлично. На Морской. Я прожил 3,5 года в Краснодаре. Шикарно, я пока 2 месяца. Как и ваша управляющая. Все верно. Отлично. Ростов. Мы. Дальше кто у нас? Кавказ есть? Нальчик. Владикавказ. Ставрополь есть. Ставрополь? Давайте Ставрополь. Только что. Не было Ставрополь. Не было Ставрополь. Также не было. Санкт-Петербург. Витяк-допрога. Москва. Подальше. Посильнее ему подальше. Что у нас дальше? Москва. Смоленск. Есть? Тула. О. А еще что есть? Ярославль. Ярославль. Давайте-ка Ярославлю. Мурманск. Нет. Архангельск. Нет. Что дальше? Калининград. Нет. Как нет? В Калининграде есть отделение? Есть. Филиал есть. У нашего модели. Будет. Помните, как было? Не было? Будет. Питер в одной. Ну что, вот смотрите, какая огромная страна. То есть, по большому счету, если у нас Владивосток. Где Владивосток еще раз? Вот, да. Я сам прожил 30 лет на Дальнем Востоке. Я родился в Советской Гавани. Жил в Комсомольске, Хабаровске. В Владивостоке у нас был, я управлял все эти банки. Там, получается, у нас на Светландский офис Росбанка в свое время был. Когда во Владивостоке, ты бегаешь по утрам? Нет. Что ж такое? Хорошо. Когда во Владивостоке наступает утро, и происходит утреннее приведение себя в порядок. Вы помните, как в фильме, да? Как это? Служебный роман. Они приходили на работу и приводили себя в порядок. Кто-то красится, губы. Где у нас условно Ярославль? Или Санкт-Петербург? Санкт-Петербург? Нет, рядом. Еще сидит с девушкой в ресторане. 8 часов позволяет развивать, растягивать день. Самое сложное приходится вам. И быть утром с девушкой, и вечером. Дайте, как этот анекдот. Говорит, хорошо машинисту его встречает девушка. Хорошо летчику его встречает девушка. Капитану хорошо девушку встречает. Девушке тяжело. С аэропорта на вокзал. С вокзала в порт. Вот таким образом. Ну что, у нас сегодня будет хороший день. Я надеюсь, мы с вами его хорошо проведем вместе. Мне бы хотелось, чтобы сегодня вы получили удовольствие. Это первое, что моя задача. Почему важно удовольствие? Ну, по одной простой причине, что у нас нет завтра. Оно где-то там всегда. У нас нет вчера. У нас есть всегда, есть только сегодня. Вот именно этот момент. Вот сейчас вы здесь. Не важно, что происходит у вас дома. Не важно там, как сегодня собрались дети или нет. Закончился уже день или не закончился. Идет в самом разгаре. Не важно, что происходит с вашими близкими. Сейчас вы здесь. Насладитесь этим моментом. Вы в Москве. В самом прекрасном городе нашей страны. Вы в замечательной команде. Сегодня все настроено на то, чтобы что-то вам дать. Чтобы вы ехали оттуда наполнены. Эмоционально наполнены. А это самое главное. И самый еще более важный момент, что вы видите друг друга. Общение друг с другом дает самое главное вообще. Человеческий мозг не развивается в индивидуальном порядке. Он развивается только тогда, когда мозг общается с друг с другом. Именно это самое большое прелесть. Когда вы сегодня установите отношения друг с другом. Мы это вчера уже сделали. Когда вы начнете общаться, звонить друг другу, поддерживать друг друга. Вот это и есть самое главное. Вот это и есть команда, о которой мы сегодня поговорим. Мне сегодня повезло, потому что я буду рассказывать вам одну из своих любимых историй. Трансформация команды. Что это такое? Вот сегодня мы как раз узнаем. И еще по времени. Мое выступление отнимет у вас не больше 20-30, может быть 40 минут примерно. А потом у нас будет очень веселая, активная, интерактивная часть, которая пилит плавно шашлык. Или что-то в этом роде. Да. В общем, если нам всем повезет, то мы еще едем отсюда и умные, и сытые. Поэтому давайте продолжать. Итак, мы с Юлей, когда обсуждали, как же нам назвать эту презентацию, и поняли, что успех равно изменению. Почему, Юля? Вот почему для тебя важно, что успех это равно изменению? Потому что у нас у всех есть определенные прошлые клише. Здесь мы собрались не для того, чтобы эти клише применить, а для того, чтобы обменяться опытом, и все лучшее, что у нас есть, в этом проекте реализовать. Поэтому изменения, они очевидно нужны, а успех это то, к чему мы все идем. Супер. Смотрите, вчера я присутствовал только на половине мероприятия, потому что вчера только прилетел и вот пришел к вам. Дайте мне основные месседжи, которые вы услышали от тех людей, которые перед вами выступали. Саша Пахомов открывал, да? Олеси. Что? Какой бы главный месседж Олеси? Кстати, сразу запечатать, кто там что-то помнит, кто не помнит. Команда. Отлично. Еще. План. План есть, его не может не быть. Цель. Еще. Что еще она сказала важного, что осталось у вас прям вот... Берем и делаем. Еще. Отлично. Супер. Саратов всегда сможет. Еще. Окей, хорошо. Что, какие месседжи остались вот, когда Александр Пахомов наступил? 950 отделений по стране. 4 миллиона клиента. Вот, чувствуете, бизнес пошел. Люди, которые управляют цифрами. Еще. Первый ряд, не отсыживайте. 68 миллиардов. 68 миллиардов, уже лучше. Что вы сказали? Давайте выбрасывать продажи в корзине. Ага, хорошо. Про токио берем. Отлично. А что сказала вам розница? Все будет. Все будет. Все будет. Все будет. Все будет. Что сказал вам МСБ? Точно будет. Все классно. Вы вместе. Мы же договорились получать удовольствие. Знаете, анекдот, вернее, сказку Пушкина про золотую рыбку. Как-то тихо. Да или нет? Есть такой анекдот про золотую жабу? Кто-нибудь знает? Нет. Мужчина идет, 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 встречает золотую жабу. Она ему говорит, слушай, классно, ты золотая жаба. Он говорит, ну я вместо трех желаний только одно тебе сделаю. Он говорит, ну хорошо, ладно, одно. Я хочу, чтобы у меня все было. И жаба ему отвечает. У тебя все было. Поэтому все, что будет. Так, что сказал ИЧАР? Что? Система карьерного роста. Еще. Я слышал, много говорили. Про ценности что сказали? Про корпоративную культуру. Ну что, спали вчера? Карьерная модель. Карьерная модель, хорошо. А вот эта схема красивая. Помните, да? Ну карьерная модель. Ну а с чего начинать, с чем заканчивать? Ну конечно. Хорошо. Иль? Какая минимальная зарплата будет у менеджера? Не сказали. Ну все будет. Все будет. Ладно. Хорошо. Что сказал маркетинг? Все будет. Тоже все будет? Все делается. Овечкин будет. Все делается. А вот не сказали, кто будет. Сказали, будет все. Какой мы сделаем? Вот смотрите. У меня есть предложение. Давайте вы, молодой человек. Можете вас ставить? Пожалуйста. Вы прям, да. Не стесняйтесь. Не, не. Вот сидит молодой человек в пиджаке модный. Девушка в голубом пиджаке. В голубом пиджаке выбираешь? Только исключительно. И в красном. Вот смотрите. Мне нравится. Смотрите. Да. Наша цель. Кто-то начинает, кто-то продолжает, кто-то заканчивает. Три самых главных месседжей из всего того, что мы сказали, которые были за вчерашний день, с которыми мы сегодня зашли сюда. Кто из вас начнет? Быстро определитесь. Отлично. Поехали. Это была команда. Мы команда. Мы карьерный маршрут. Это будет. Браво. Отлично. Спасибо. Давайте поддержим себя. Вот так немножко мы размялись. Это было специально для того, чтобы вы приготовились к тому, что мы сейчас будем говорить немного о серьезных вещах. Итак, успех равно изменений. Сейчас я проверю, как работает наш клик, а куда его надо направлять. Так, не туда и не сюда. Сейчас, одну секунду. А? Нет, нет, нет. Знаете ли вы, что 80% людей опрошенных не верили в то, что российская сборная по футболу выйдет вообще из своей группы? Знаете ли вы, что 85% опрошенных людей были категорически недовольны российским тренером российской футбольной команды Станиславом Черчевским? И знаете ли вы, что 90% людей опрошенных не верили в то, верили в то, что Россия проиграет в матче с Испанией? Но 100% людей после проигрыша российской сборной Хорватии сказали, что это их самая любимая команда. Уникальная и удивительная трансформация, не правда ли? От минус 90 до плюс 100. Фактически разбег 200 баллов. Это если бы у нас вчера было плюс 20, сегодня было бы минус 20. Я уверен, что вам было бы не очень комфортно в этой одежде. Давайте попробуем узнать, как же это произошло. Я все-таки буду пытаться переключать. Да, это я. Меня зовут Роман Дусенко. Я, надеюсь, кто-то знает меня по бизнес-завтракам, которые вы смотрели в YouTube. И, собственно, если бы представить, чем я занимаюсь, давайте я так скажу. Кто из вас честно хоть раз испытывал желание принять решение, но не знал, как поступить? Кто из вас стоял перед выбором, но не знал, какой выбор сделать? Каждый день я помогаю людям принимать правильные решения. Именно это я и делаю. Это моя работа, называется коуч. Это персональный коуч. Каждый день я работаю с какими-либо компаниями. Сегодня это мне повезло, я очень люблю банк открытия, я работаю с вами для того, чтобы повысить качество управления, менеджмента в нашей стране. В Саратове, я, кстати, выступаю с журналом «Генеральный директор», мы ездим по стране абсолютно бесплатно, проводим мероприятия для топ-менеджеров всех ваших городов. Кстати, в этом году у меня тоже есть маршрут, я буду Юлю сбрасывать, куда я приезжаю, вы приходите, и вот вам поле для работы, пожалуйста, «Генеральный директора» всех крупных компаний. На каждое мероприятие приходит примерно 200 человек, поэтому я думаю, что там будет удобно поработать. Да, наша целевая аудитория, наша, да. И еще, те, кто меня не знает, наверное, подумают, ну что может он сказать мне, тот, кто руководителю отдела корпоративных продаж. Ну, я, по крайней мере, знаю, как подобрать рубашку к брюкам, как минимум, да. А с точки зрения банковской карьеры, я закончил ее в 2014 году, будучи председателем управления нескольких банков и совладельцем тоже одного из банков. Вот кратце, чем я занимался. Ну что, теперь можем переходить к теме основной нашей выступления. Вы все разные. И, как мне сказали, когда мы готовились к этому мероприятию, мне повезло, я также знаком с вашими руководителями региональных филиалов. Вы приехали, пришли, знаете, вот действительно, мы сегодня будем крутиться вокруг футбола, и почему я сразу вам задал вопросы про футбольную команду, это как аэропорт во время того, когда прибывают болельщики. Вот зона паспортного контроля. Кстати, удивительная вещь, вот как быстро все меняется. Я вчера приехал, прилетел в Домодедово, и мне нужно было пройти паспортный контроль. Стоит молодой человек, говорю, а куда? Он говорит, туда. Типа, пошел. И там столько много людей, которые говорят, слушайте, я так тороплюсь, мне навстречу надо. А я смотрю, там другая какая-то очередь. Говорю, не знаете, как? Нет, только туда. Видимо, потом ему стыдно стало. Он говорит, ну ладно, идите сюда. Ну да, пошел. Поэтому, вот представьте, что вы действительно все разные. Вот там где-то говорят на испанском, здесь на французском, тут по-русски, на удивление. Так получилось, что мы возвращались из одной своей поездки именно в тот момент, когда приезжали болельщики. И это было так классно, у меня дети смотрели на них, они были в всяких этих штуках. А самое удивительное, у них был только паспорт болельщика, они говорили, нам не нужна виза в России. Это было просто как бы, да. И поэтому вы все разные, но и лучшие. Но если мы представим в целом, что вы как будто бы футбольная команда, это как будто вас купили. Как знаете, вот, например, ну, крупная команда покупает классных-классных игроков. Один из Испании, другой из Аргентины, третий, там, я не знаю, из Германии. Вы пока говорите на разных языках. Но вы играете все в одной команде. И через какое-то время коммуникация настроится так, что вы будете без слов понимать друг друга. Примерно так, как Рональдо вчера пытался выиграть открытие. Вот что примерно произойдет. Поэтому давайте так же двигаться, что вы команда верхнего уровня. Вот здесь сидит вратарь или тренер. Тут у нас нападающие, там полузащитники, здесь защитники. Там еще у нас линейка запасных на Камчатке. Это сейчас вы здесь вместе одна большая команда. Но вернувшись к себе, вернувшись к себе в свой филиал, в свое отделение, вы становитесь уже тем капитаном команды и тренером. И у вас уже есть своя команда, с которой нужно так же работать. Поэтому давайте попытаемся сегодня вспомнить те цифры, о которых я сказал, и посмотреть, как можно сделать такую же трансформацию с вашей командой, чтобы от минус 90, не веря в то, что можно что-то сделать, до плюс 100, когда ваше ругодение говорит, боже, неужели? Вот это команда, вот это круто. Как же все это происходило и что может быть? Вот этот очень важный лозунг. Вы здесь только по одной простой причине, потому что вы сможете это делать. На этом мотивационное мое выступление закончилось. Я никого больше не буду мотивировать. Я просто вам расскажу, как менялось соотношение наше с вами к нашей сборной России. Давайте поедем, посмотрим, как это было. Но еще важный момент. Для того, чтобы вам внутри... Что-то мешает мне? Для того, чтобы вам внутри вы смогли стать вот этой замечательной командой, очень важна атмосфера. Разница между хорошей командой и плохой командой, хорошей командой, в которой все работает и все работают, и плохой командой, или даже не команда, а просто группы людей, в которой ничего не работает и никто не работает является атмосфера или та среда, которую вы организовываете, которую организует вашу руководитель филиала, которую нам транслирует в этого новости. Поэтому наша цель не помнить об этом, что у нас есть, мы все разные. Мы говорим пока на разных языках. Наша цель сделать так, чтобы наша команда стала лучшей. И наша цель сделать так, чтобы среда, в которой мы работаем, была супер. И начнем с простого. Я, честно говоря, никогда не любил футбол. Когда я был маленький, я никогда не играл во дворе в футбол. Я сидел с паяльником, паял радиоприемниками. Или, может быть, печатал фотографии. Или, может быть, вырезал по дереву. Я не знаю, делал все, что угодно. Но, в отличие от плаката футболистов, которые ребята выдирали из журнала «Мой футбол» или «Мой спорт», «Советский спорт» был раньше, у меня висели другие плакаты. Это был «Дипешмок», «Брюс Виллис», «Митя Рург» в конце концов, «Ким Бессенджер», конечно. Таким образом мы и росли. Но я никогда не был фанатом футбола. И единственное, конечно, я помню один раз, когда мы все болели за сборную России, когда Аршавин еще играл. Когда, помните, вдруг ни с того ни сего Москва проснулась и поверила в то, что футбол есть, потом опять же так же забыл. На этот чемпионат мира по футболу жена сказала мне где-то примерно в январе, слушайте, ну это же свинство, ну вы купите билеты в конце концов на футбол. Я зашел в интернет, заказал два билета, мы с сыном сходили, честно, я отработал. На матче Франция-Денмарк, это был самый скучный матч, не забили ни одного гола. Маслина еще любит просто Францию, но он был в восторге от атмосферы, которая была там. А этим командам так получилось, что они и та выходила из группы, и та выходила из группы, поэтому никакой задачи забивать гол не было. На что французы просто высказали все свое фи после этого матча. Ну что ж, я не люблю футбол, зато я очень люблю менеджмент, и я фанат менеджмента, вообще фанат управления, все, что связано с людьми. И чем больше я занимаюсь менеджментом, а я им занимаюсь периодически уже, наверное, 25 лет, и последние 5 лет я занимаюсь обучением менеджмента, развитием менеджмента, я сделаю так, чтобы вы сейчас в одной моей фразе попытались понять суть вообще менеджмента. И звучит она очень просто. Новая среда, которую мы с вами создадим, формирует новое мышление. Или образ мысли человека, который в свою очередь формирует новое поведение и дает нам новые результаты. Я даже еще упростил эту фразу, она звучит примерно так. Действуйте, как думаете, и живете, как действуете. Это вообще философская фраза, я ее встречал в других источниках, более высокого эмоционального и интеллектуального порядка. Но, мне кажется, если мы в голове закрепим, что мы действуем, как мы думаем, а живем, как действуем, то что менять можно, чтобы получить другое качество жизни? Чуть-чуть думать по-другому. Именно об этом Олеся вчера и говорил. На этих базовых постулатах мы построим наше с вами дальнее общение. Если бы, как мы сказали, кто-то тогда, когда все 80% населения сказали, что они не верят в то, что наша сборная вообще выйдет из группы. Если бы я, например, вышел и сказал, ребята, наша сборная выйдет в четверть финал. Они покрутили пальцем и вискали. Мы еще потом посмотрим, на самом деле, как относились к нашей команде. Но это стало реальностью. 1 июля 2018 года случилось чудо. Нет, я бы даже не так сказал. Чудо не случилось. Произошло чудо. Даже не произошло. Сотворили чудо. Российская сборная по футболу сотворила чудо. Она заставила поверить всю страну, что возможно все, что бы ты не захотел. Ведь это же, на самом деле, чудеса. То, что они сделали с нашей страной, это не под силу ни одной политической партии. Как же это все происходило? Сегодня мы попробуем приподнять завесу тайны, что позволило российской сборной и непосредственно Станиславу Черчесову и его тренерскому штабу сделать так, чтобы команда стала другой. И мы с вами поменяли отношение к нашей команде. Причем здесь бизнес, скажете вы. Футбол смотрят около миллиарда человек. Но это не потому, что футбол это так популярно. А потому, что футбол на самом деле объясняет все, как в мире устроено. И это очень просто. Есть работа и есть результат. Бизнес то же самое. Правила игры те же самые. Мы потом после одного из моих выступлений сели и обсудили с руководителем. Ведь действительно, команда это команда. Мы выбираем себе лучших. У нас есть желтые карточки, красные карточки и удаление. У нас есть тренерский штаб. У нас есть призы, есть чемпионат, есть голы, есть тренировки. Все то же самое. Поэтому бизнес и футбол это часто. Поэтому я буду часто возвращаться к этой мысли. Итак, думаем, действуем, действуем. Результат. Футбол и бизнес одно и то же. Потому что нет смысла рассказывать вам о футболе, если не привязываться к бизнесу. Пять шагов. Тут я уже не мог обойтись без менеджера, без своих любимых схемочек. Стандартная схема для любого изменения. Ситуация. Ее оценка и принятие. Видение и ценности. Пример. И отдай больше, чем желаешь получить. Это универсальная схема, которая работает в любой трансформации. Трансформации компаний. Трансформации личности. Я потом пришлю Юле презентацию. И она разошлет вам. У вас она будет. И также Арсен нам пришлет видео. Мы подошли это делать. Итак. А с кем же нам предстояло биться? Испания. Что такое Испания? Испания это страна с невероятной футбольной историей. Где поля, да и не одно. В маленьком каждом городе. В больших городах там в каждом квартале. Это система, в которой ребенок растет, играет в футбол, ходит в школу, играет в футбол, идет домой, играет в футбол, идет в институт, играет в футбол, рождает детей, играет в футбол и так далее. Он все время играет в футбол. Это система отбора звезд с самого-самого раннего детства. Я опять же привез своего сына пару лет назад в Барселону, в стадион Камп Нол. Я его видел. Это настоящая система. Система, которая работает, как часы, которая печатает деньги. Но есть одно маленькое но. Печатать деньги можно только тогда, то есть бизнес эффективен, когда есть высококлассная игра, когда есть результат. Если нет игры, нет бизнеса. Мы тоже это держим в уме. Итак, дальше. Сборная Испании. 23 человека. Совокупный доход от контрактов которых превышает внешний долг Украины. Это люди, которые звезды мирового футбола. Абсолютные звезды мирового футбола. Они все разные. У них у каждого свой стиль игры. У них разные контракты. Но самое удивительное, что они умеют играть в одной команде. Какими бы разными они ни были, они одна команда. Не важно, кто из них сколько получает. Не важно, какой у них возраст. Они команда. Ну и удивительные вещи. Я раньше никогда не вглядывался в лица футболистов. Но глядя на лицо Серхио Рамоса, не только смерть, но и страх. Реально страх. По одной простой причине, что когда ты встречаешь такое лицо, бегущее на тебя по полю, твоя задача лишь бы отойти в сторону. Это альфа-самец. Это прирожденный победитель. Это горилла, которая вышла на поле только чтобы победить. У него нет вообще никаких вариантов, нет никакого шанса для того, чтобы выйдя на полю, кто-то ему не сдался. Вы представляете, с кем нам приходилось всегда? Соответственно, все они такие. Получается, что когда любая команда выходит на поле биться с Испанией, с большими дядями мирового футбола, они проигрывают уже до того, когда они выйдут на поле. И это факт. Давайте посмотрим, что же все-таки является залогом успеха невероятной команды. Итак, первое. Страна или система. Система, команда, лидер, среда. И вот здесь формируется система успеха, слагаемые которой приводят к безусловной победе. Мы тоже это кладем себе на замену. Итак, без системы бизнес не построишь. Поэтому сначала система, потом бизнес. Если говорить о представлении том, что нам надо было бы сразиться со сборной Испании, почему 90% не делили в это? Это примерно, когда я был маленький и говорил, мама, я хочу быть космонавтом. Я говорю, да, конечно, сынок, будешь. Но она реально понимала, что в лучшем случае я буду каким-то юристом или менеджером. Я не помню, что было в то время. Поэтому это была исключительная фантазия от того, что мы можем вообще сыграть с Испанией. Ну что же сборная России? Но удивление, мы вышли из группы. Мы обыграли Саудовскую Аравию. Я честно не смотрел этот матч. Мы обыграли Египет. Я тоже, честно, его не смотрел. Я не смотрел даже матч с Уругваем, потому что я понимал, что рано или поздно все, ну там нет смысла, да. Но матч сборной России и Испании я посмотрел. Мы вышли из группы. Перед матчем, в принципе, можно было все. Ребята, молодцы, вы вышли из группы, выполнили задачу, пора. Все, уже не со свистом. Ну все, пора вылетать. Все нормально, куда вы вообще рыпаетесь? Против кого? Где мы, где они? Супер-пупер Испания и мы на 67-м месте, где-то возле Туниса, в мировом рейтинге футбольных FIFA. Ну о чем может идти речь? Если кто-то, есть продвинутые любители футбола, они мне сейчас макнут головой, понимая, что на самом деле 1 июля эта российская сборная была в гостях у сборной Испании. По одной простой причине, что именно испанцы играли в своей домашней форме, в красно-желтой. Именно в этой форме они планировали праздновать победу, триумф. Ну что такое Россия, да? А нашим ребятам пришлось играть в белой, в гостевой, в домашней форме. Ну что делать, так пришло. Вообще эту испанскую сбору называют красная фурия. И если мы представим, что происходил накал страстей, который был, наверное, у всех, за исключением только болельщиков в России, которые просто не верили, что может что-то произойти, то, по большому счету, красной фурией на обед или на ужин подавали сборную России. И у никого не было сомнений, что что-то может пойти не так. Что вы могли противопоставить? Бегать, соревноваться с гепардом на скорость? Бессмысленно. Соревноваться за сборной Испании в мастерстве владения мечом? Бессмысленно. Соревноваться с Испанией в каких-то техниках, все остальное, все бессмысленно. Мы противопоставили немного другую тактику. И Черчесов говорит, что мы выбрали именно такую тактику, которую никто не ожидал. Тем самым, изменив ход игры. Но самое главное, самое главное, мы противопоставили очень важную вещь. Перед самой игрой Станислав Саламович зашел в раздевалку к ним и сказал примерно следующую фразу. На свете существует две самых сильных вещи. Сабля и боевой дух. Но в конечном итоге дух побеждает саблю. Давайте посмотрим, что произошло. Последней фразой, которую он сказал. Мы когда-то выиграли, теперь ваша очередь. Давайте на секунду представим, какие были ожидания. Вы уже знаете, что 90% не верили в то, что произойдет. Я когда спрашивал у людей, слушай, ну а что будет там, какой счет, 2-0, вы что наши выиграют. Они меня смотрели, говорят, ты что, как могут выиграть. Мне же понравилась заметка одного обозревателя в журнале «Коммерсанты», в газете «Коммерсанты», который был в правительственной ложе именно в момент самого матча. И на что он обратил внимание на некие полуулыбки государственных мужей. И он очень хорошо написал, что эти полуулыбки, они как бы говорили о том, что несерьезно как-то это все. Ну вышли 11 мальчиков порадовать нас или попечали. А самое главное, что эти полуулыбки были настроены на поражение. Как будто это не игра была нашей страны за свою честь, а просто какой-то рядовой матч. Как будто это не люди живые, со своими ценностями, со своими задачами. Как будто это не люди, защищающие честь нашей Родины, выходили на поле биться. А просто как бы обычное дело. Но мы, честно говоря, положив руку на сердце, не верили, что может что-то произойти. Испанцы слушали гимн своей страны молча. Наши пели. Слажься, страна. Не гордись тобой. На трибунах не было лишь президента. Но в принципе это подтверждало потенциальный исход матча. И начался бой за Родину. Как потом говорили футболисты, они стояли за каждый клочок поля. Они договорились, что если даже из них кто-то упадет, они будут поддерживать друг друга, но будут стоять до последнего. Они будут биться для того, чтобы добыть эту победу. Они договорились, и каждый знал, что делает. Не было никаких шансов, чтобы кто-то не понимал, что нужно делать. Да, это не была нападающая игра, но это была игра, которая позволила нам сделать то, что мы получили. Это была игра и битва за нашу Родину. Мы противопоставили Испании то самое главное оружие, наш несгибаемый дух, волю наших мальчиков. Как в бизнесе мы часто будем переходить оттуда. Когда есть у компании, есть все ресурсы, есть все, что необходимо, но нет желания. Зачастую компании уходят с рынка. А есть компании, в которых люди очень хотят достичь каких-то результатов, очень хотят победы. Так всегда происходит, что выигрывает тот, кто хочет достичь победы больше всего. Это похоже на то, как будто у этих людей появился стержень внутри. Такие люди живут с высоко поднятой головой. Это люди, которые отвечают за свои слова и готовы стоять до последнего. Действительно, это невозможно было поверить. Никто не мог в это поверить. И баннер, который ребята развернули, мы играем за вас, был лишь еще одним доказательством того, что они-то точно знали, что они победят. Они верили в эту победу. Они смогли изменить страну за один вечер. Все люди в нашей стране, которые смотрели этот матч, поверили, что все возможно. Что нет никаких преград. Они трансформировали наше сознание, не просто меня. Я сам никогда не смотрел футбол. В этот момент мой ребенок, они были с женой в походе, с компанией, они были в какой-то там карельской тайге. Я звонил ему и кричал, Егор, наши выиграли Испанию. Вот через секунду там в проводе был просто крик. Не может этого быть. И что происходило дальше? Какое ликование было на улице? Вы можете себе представить, чтобы когда-то вся страна, вся Россия вышла на улицу? Когда вы последний раз шли по улице и кричали «Россия», Моя мама, которой 69 лет, она сказала мне на следующий день, что она поехала на Валерийную площадь. Она приехала сюда и говорит, что это незабываемые впечатления. Это радость, это эмоции, это позитив, абсолютная безопасность. Это состояние гордости за свою страну. В эту ночь произошло обновление программного обеспечения нас всех. Что такое баги, которые происходят в программе? Это когда что-то не предусмотрели программисты, когда что-то не работает. И произошло совсем другое. Мы легли спать одними и проснулись уже другими. И мы понимаем, что для нас, в нашей жизни, в нашем бизнесе, для нашей страны нет никаких ограничений. Все возможно, если знать, как это делать. Если правильно выбрать направление движения. Если есть лидер, если есть ценности. Если есть новый образ мышления, который сформировал новые модели поведения, чтобы получить лучший результат. Возможно все. Но и самое главное, это когда можешь бросить вызов самому страшному противнику. Помните ту фотографию Серхио Раусска? И когда он, лев, рыцарь своей команды, сидел на поле и плакал. Плакал от того, что этой игры у него не получилось. Выиграла сборная России. Мы их отправили домой. И они поехали домой. Давайте на секунду отмотаем назад. Ведь нам, как менеджерам, как лидерам, как руководителям, важно понимать, что конкретно происходило там. Москва, июль, три дня до мундиаля. Пока мы никому не проиграли. Вот праздник футбольных приходит в Россию. На него мы потратили все свои силы. В общем, все хорошо, только есть одно но. Команда у нас прямо встанет. Да, да. Ребята играют настолько хреново, что не подобрать для них слово иного. И всем очевидно, что грустный черчесов шарфетку не слепит. Мы встретим вон. Над нами солнце светит, мне жизнь, а броя дать. Тем, кто за глаз болеет, давно пора понять. Тем, кто за глаз болеет, давно пора понять. Мы любим только деньги, мы не хотим играть. Вот такое было отношение к нам. Именно так люди думали о распуске в город. Давайте посмотрим, что было дальше. Что было до этого гола? Матч Россия-Саудовская Аравия. Кто не получил картинки, где Путин, разводя руками, или пожимая руку шейху, говорит, деньги переведены? Мы в это время отдыхали в Греции. И там познакомились с французами, они подошли и говорят, ну что, купили? Я говорю, конечно, купили. У нас чемпионат один? Один. Команда одна? Одна. Ну нефти пока много? Ну ладно, хорошо. То же самое примерно говорили, когда Россия сыграла с Египтом. Снова купили. Снова случайность. Снова что-то непонятное. Но когда Россия продула 3-0 матча России у Уругвая, СМИ написали, русский пузырь. Лопал. Мы все вздохнули. Наконец-то мы увидели нашу российскую сборную. Все было прекрасно. Именно такой мы ее и видели. И никто ничего не ожидал. Мы с первой секунды знали не с минуты, а с секунды, когда заступили в сборную, что мы хотим и куда мы идем. Нам, слава богу, это удалось. А вот здесь начинается самое интересное. Тренерский штаб и команда с первой секунды знали, на что они настроены. Они готовились к матчу Россия-Испания. Результатом этого матча... Единый дух. И Черчесов сказал тоже очень важную фразу. Пока матч не закончил, никто не выиграл. Мы плавно с вами подбираемся к причинам победы российской сборной. И эта победа не именно в матче России-Испании. Она началась 50 дней назад, когда перед футбольным чемпионатом они уехали в Австрию тренироваться. Все отметили невероятную физическую форму команды. Она была самой быстрой, самой активной. Они пробегали больше всех телометража. Что же происходило еще? Но после победы Россия и Испания мы проиграли. Мы проиграли в матче Россия-Хорватия. Это значит, что жизнь, она состоит не только из побед. Жизнь это очень длинная дистанция. Она похожа на марафон. И бизнес, правильно выстроенный бизнес, он тоже похож на марафон. Это игра в долгую. И зачастую случаются неудачи. И бывают личные неудачи. Но самая главная задача, если ты даже остался сидеть отдельно на поле после матча, найти в себе силы, встать и пойти дальше. Потому что жизнь и бизнес и работа это игра в долгую. Мы бегли на дно, мы зажгли огни, но вселенной только и встать. Мы бегли на дно. Гнев свою линию. Гнев свою линию. Гнев свою линию. Это те же самые парни, о которых пел Слепаков. Это те же самые люди, которые 50 дней до чемпионата заступили в сборную. С ними происходила трансформация. Это невероятно наглядный пример, как из команды абсолютно можно сколотить, именно сколотить отношения, которые позволят считать всех одной командой. Изменение образа мышления меняет поведение и приносит новый результат. Вы, как руководители, должны держать эту формулу постоянно перед собой. Основа – поверить в то, что все возможно. Именно эту веру дал им тренерский штаб. Они верили, что победа возможна. Несмотря на поражение, которое происходило. Мы можем только своей работой хорошей заставить в себя поверить. И не просто поверить, а влюбиться. Нам это удалось. Сейчас страна знает, что такое сборная Россия. И надеемся, что мы повернули сознание в лучшую сторону. Они действительно повернули сознание в лучшую сторону. Причинами этого стали сплоченный коллектив номер один. Лидерство, защита и вдохновение. Когда лидер, как руководитель, защищает свою команду от нападок извне. И дает возможность людям делать свое дело. Он, как лидер, помогает. И лидерство заключалось даже в том, что когда тренер главный должен был сказать напутственные слова, это сделал Артем Дзюба. И потом в интервью Черчесов сказал, я услышал, что если бы я что-то сказал, это было бы лишнее. И я понял, тебе сейчас лучше помолчать. Вот это и есть распределенное лидерство. Понимание тогда, когда нужно говорить, а когда нужно помолчать. Это команда, когда является семьей. Семьей не в плане того, что нет ответственности, нет показателей, нет результатов, нет KPI или что-то еще, нет дисциплины. Нет. Это все безусловно есть. Фундаментом является бизнес. Но в основе это отношение к семье. Какие главные семейные ценности? Доверие, уважение друг к другу, защита друг друга. Именно это и есть основа победы. И самое главное, это вера в свою способность. Верить в то, что можно победить, работая на пределе своих сил. Вот эти посты были просто матча Россия-Хорватия. Никто не ожидал такого всплеска позитивной информации. Это было, как бы, знаете, ну, я не знаю, интернет захлестывали эмоции благодарности российской сборной. И это, конечно, нашло свое отражение. Выступили ярко, уверенно, проявили сплоченность, волю и упорство. Шли к цели. Мы видели себя, не залия себя. И то, как вы реализовали девиз команды «Играем за вас», оказалось для проявления, но даже более важным, чем какой-то медальный результат. Ваша самоотверженная, слаженная игра стала долгожданным подарком для миллионов больных счетов в нашей стране. Вы дали всем возможность гордиться вами, гордиться своей страной. Вы показали замечательный интерьер самоотдачи и результативности командного взаимодействия. Вы показали, что умеете побеждать. Это очень важно. Все то же самое абсолютно ложится на бизнес. Команда, работа, результат. Самоотверженное лидерство, вдохновение своих людей, четкие цели, ресурсы и результат. Я знаю, это моя работа, что люди могут меняться. Но это требует предельной концентрации. Это требует серьезных усилий, потому что нет более сильного и более сложного изменения, чем работа с себя над самим собой. Когда мы встречались с российской сборной фан-зоней, это была уже совсем другая реальность. Тысячи людей скандировали «Мы вас любим, вы наша любимая команда». Это значит, что команда своим поведением трансформировала наши отношения. Она показала нам новый результат, не жалея и не щадя себя, и мы стали другими. То же самое относится и к вам. Вы можете, изменив свой подход к делу, стать немного другими. Каждый из вас лидер изменений самих себя. Как бы это тяжело не было, и как бы это не перспективно не вызывало в нас, вызывает следующий вызов. Это челлендж. Стать лидером самого себя. Потому что, когда ты станешь лидером самого себя, ты сможешь управлять другими. Спорт, он напоминает искусство. Но есть и существенные отличия. Отличие заключается в том, что искусством можно просто любоваться, просто получать удовольствие от процесса. Спорт – это борьба. В спорте нужен результат. Но результат, он не только выражается в очках, в секундах, он выражается еще в общем желании настроя на борьбу и в желании достигнуть этого результата. Это чрезвычайно важная вещь. И вот этот результат был показателем. Вот это, знаете, наверное, самое главное, за что вам благодарны миллионы людей, которые любят футбол. Ну, лучше и не скажешь. Что бы я хотел, чтобы вы сделали, когда вернетесь домой? Приедете в свой город, зайдете домой, обнимете своих близких, поцелуете детей. И прежде чем пойти на работу, пойдите на прогулку. У вас есть двор, сад, парк, я не знаю, что-то есть же в каждом из вас в городе. Погуляйте и поразмышляйте об одной простой вещи. О том выборе, который вы сделали сегодня. О том выборе, который, может быть, вы сделали вчера. О том выборе, который, может быть, вы будете делать, когда вернетесь домой. Обсудите и подумайте сами с собой, что для меня есть самое важное. Почему я стал на эту сторону? Почему я однозначно хочу быть здесь? И вот только тогда, когда у вас будут ответы на эти вопросы, вы придете в свой офис, в свой филиал, останетесь на 15 минут после работы или сразу на 15 минут соберете всех своих подчиненных и честно им расскажете то, о чем вы думали на этой прогулке. Вы все разные, но вы все лучшие. Потому что вы банк, одна команда, сколько бы городов ни было. Вы открытие, банк, и ваш номер один. И знаете, я теперь полюбил футбол. Большое спасибо. У нас маленький перерыв.